Добрый вечер! В эфире новости дня в студии Анна Тюрина. И вот некоторые темы этого выпуска. Добрый вечер! В Оренбурге следователи устанавливают обстоятельства криминального происшествия, которое случилось минувшей ночью. В одном из жилых домов по улице Солмышской застрелили 22-летнего оренбуржца. В ходе осмотра места происшествия по адресу Солмышская, 64, оперативная группа обнаружила гильзы от патронов к пистолету Макарова. Установлено, что стрельба вела стеленаправленно в отношении потерпевшего. Им оказался молодой человек, зарегистрированный в Орске. Он скончался, предположительно, по дороге в больницу. Выстрелами также были повреждены и пять находившихся вблизи автомобилей. Наша съемочная группа на месте преступления увидела одну из машин со следами от пуль и кровь на асфальте. Но что удивительно, для большинства жильцов ночь была спокойной. Многие говорили нам, что не слышали ночью никаких выстрелов. По факту убийства возбуждено уголовное дело, опрашиваются свидетели и подозреваемые. По подозрениям в совершении указанного преступления задержаны два лица следователями, а мотивы совершения преступления в настоящее время устанавливаются. Предварительно известны, но в интересах следствия будут оглашены позже. Следователи обещают сообщить новые обстоятельства данного преступления уже в начале следующей недели. И к другим темам. Оренбург присоединился к числу тех муниципальных образований, в которых избран новый глава. Городским депутатам специальная комиссия на выбор представила двух претендентов. Это Евгений Арапов и Артем Гузаревич, директор управляющей компанией «Южный-1». Моя коллега Елена Файман следила за тем, как депутаты определялись с будущим городом. Кто был за, а кто против. Все подробности в следующем материале. Сегодня заседание Оренбургского городского совета депутатов проходило в расширенном составе. В зале присутствовали не только народные избранники, но и общественные деятели и почетные жители города Оренбурга. Главный вопрос на повестке дня – избрание главы города. Председатель избирательной комиссии Вера Баширова назвала этот момент историческим. Сегодня действительно исторический момент для областного центра. Я желаю вам сделать достойный выбор. Не обошлось сегодня без популистских заявлений. Коммунисты открыто заявили, что не будут голосовать. И три депутата от Коммунистической партии не явились в комнату тайного голосования. Все члены фракции «Единая Россия» проголосовали. Сейчас мы узнаем результаты, каким образом представители партии «Коммунистическая Россия» отказались участвовать в этом мероприятии. Счетная комиссия по результатам голосования распределила бюллетени по конвертам. Самый весомый – за Евгения Арапова. За него проголосовал 31 депутат. Один бюллетень был испорчен и только один голос – за Артема Гузаревича. Сегодня депутаты справились. С одной стороны, еще раз показали, как работают сегодня депутаты городского совета. С другой стороны, мы дали возможность сегодня принести присягу именно в зале, где присутствуют лучшие представители города Оренбурга. Инаугурация главы города состоялась сразу после оглашения результатов голосования. Она была лишена помпезности и проходила в деловом режиме. Нет нужды напоминать, что власть – это в первую очередь ответственность. Власть – это возможность сделать жизнь людей лучше. После напутственной речи губернатор уже по сложившейся традиции вручил Евгению Арапову гаечный ключ. Для телезрителей скажу, что такие есть уже у глав Корска и Новотроицка. Ключ, он, в общем-то, знаете, такой символ, что давить надо, конечно, но понимать, что люди везде же работают. Люди работают и в администрации в том числе. Торжественный момент по избранию главы города внес определенные коррективы в регламент заседания городского совета депутатов, но не спутал планы народных избранников. Во второй половине дня они продолжили работу и рассмотрели ряд вопросов. Евгений Арапов, несмотря на торжественный момент в его карьере, тут же включился в рабочий процесс. Елена Файман, Георгий Бурлуцкий. Новости дня. Помимо гаечного ключа с надписью «Закручивай да не сорви резьбу», главе Оренбурга вручили нагрудный знак, который символизирует его должность. Это происходит впервые. Евгений Арапов получил его из рук Юрия Мещерякова. Стоит отметить, что Юрий Николаевич возглавлял город последние 15 лет. Ему присвоено звание «Почетный гражданин». И выступая сегодня с напутственной речью, он пошутил на этот счет. Я раньше всегда говорил, я почетный, а по нечетным работаю главой города. Совет депутатов «Знак благодарности» подарил Юрию Мещерякову символический подарок. Впрочем, Юрий Мещеряков, который с сегодняшнего дня официально не возглавляет город, сказал, что всегда готов помочь и делам, и советам. А новой команде пожелал работать на благо людей. А сейчас короткая реклама, после которой мы продолжим выпуск. Оставайтесь с нами на телеканале ОРТ Планета. Счетчик новой, платежки старой. К нам в редакцию обратились жильцы дома по улице Чкалова. Почти три года они не могут добиться опломбировки общедомового прибора для учета электроэнергии. Владельцы квартир считают, что управляющей компанией это попросту невыгодно. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Общий счетчик на электроэнергию в этом доме был установлен в 2012 году. Плата на общедомовые нужды начисляется по нормативу на квадратный метр. По словам жителей, это почти 50 рублей. Они неоднократно обращались в различные инстанции. Все только обещали помочь. 15 сентября пообещали. Ну, наверное, не сказали год. Вот у нас просьба, пожалуйста, сделайте что-нибудь, чтобы мы не платили лишние 50 рублей. Жильцы считают, что тарифы на их доме завышены. Попытались получить объяснение руководству управляющей компании. Ответ оказался неожиданным. Он мне открытым текстом сказал, что товарищ Чуносов, это мой бизнес. И прошу сюда не лезть. Мы отправляемся в здание управляющей компанией «Центральная». Главный инженер ситуацию разъясняет. Очередь двигается медленно, потому что весь город энергоснабжающая компания охватить единовременно не может. А только у «Центральной» в ведомстве почти 200 домов. График разработан до ноября месяца. До ноября 2015 года в графике в этот дом не вошел. В ноябре месяце мы будем по новой составлять график на остальные дома, потому как мы составим график, и уже в графике конкретно будет какая-то дата. Также главный инженер уточняет, даже если этот дом будет включен в график, на коммерческий учет он станет только в том случае, если дом будет соответствовать всем требованиям. Проверят и состояние подключения, и количество арендаторов, и нежилых помещений, и замену приборов учета в квартирах. Квартир со старыми счетчиками еще 30%. Поэтому, чтобы решить проблему, жильцы тоже должны эти требования выполнить. Инна Маркелова, Роман Боричев, Новости дня. Если и вы столкнулись с проблемой, решить которую самостоятельно не в силах, звоните в нашу редакцию по телефону в Оренбурге. 72 0908, код города 3532. Наши корреспонденты постараются помочь вам разобраться в ситуации. А вот со сложностями, решать которые приходится жителям некоторых отдаленных районов Оренбуржья, помогали накануне разбираться народные избранники. Улучшение жилищных условий, решение бытовых проблем, просьбы об оказании материальной помощи. За этим жители Северного района обратились к депутатам регионального парламента. Накануне здесь прошел традиционный день информации. Подробности в следующем сюжете. Ежемесячно порядка 8 информационных групп правительства и законодательного собрания области выезжают в разные территории региона. Цель проводимых дней информации не в том, чтобы давать оценку эффективности работы органов местной власти. Улучшение взаимодействия с органами местного самоуправления, общественными организациями и трудовыми коллективами, оперативное доведение до сведения жителей городов и сельских поселений информации о деятельности органов государственной власти Оренбуржи и принимаемых областных законах. Вот главная задача, которую поставил спикер законодательного собрания перед участниками выездной группы. Вопросы у людей, когда собираются, у них вопросы совершенно разные бывают. И, как правило, мы по вопросам, в принципе, судим, какая атмосфера и какие проблемы в общем находятся, так сказать, на той или иной территории. После инструктивного совещания Сергей Грачев, его коллеги по областному депутатскому корпусу, глава Северного района Василий Давыдов и работники районной администрации посетили центральную площадь райцентра, где возложили цветы к памятнику погибшим землякам. Основную часть людей, записавшихся в этот день на прием по личным вопросам к председателю законодательного собрания области, составили жители райцентра Северное и села Староборискино. Прозвучали вопросы, традиционные для депутатских приемов. Они касались улучшения жилищных условий, деятельности депутатов местных советов, работы правоохранительных органов, решения бытовых проблем. Прозвучали просьбы о показании материальной помощи. Больше часа продолжалось общение Сергея Ивановича с жителями Северного района. Подводя итоги приема, Сергей Грачев отметил, что обоюдная польза от таких встреч очевидна. Граждане получают от депутатов необходимые ответы и помощь, а депутаты – более глубокое представление о происходящих в обществе процессах. Когда детская шалость тянет на уголовную статью, а дел по делам несовершеннолетних обнародовал данные о подростковой преступности. По сравнению с прошлым годом, количество таких поступков увеличилось почти вдвое. Самые распространенные виды преступления – кражи и грабежи. Значительно меньше побоев и нанесения тяжких телесных повреждений. Только 13% из всех задержанных в этом году в Оренбурге подростков совершали противозаконные действия раньше. Остальные пошли на это в первый раз. Обычные подростки из хороших семей. Детей не пугает ни охрана, ни учет в полиции, ни ответственность, которую так или иначе воришки понесут. Постановка на учет – это не просто какая-то формальность поставили и все на профилактические учеты. Отсюда все вытекающие последствия. Это однозначно информирование образовательной организации, в которой обучается подросток. Это однозначная информация уходит в комиссию по делам несовершеннолетних. Все заинтересованные службы у нас информируются. Это и участковые полномочные, сотрудники уголовного розыска. О том, что подросток состоял на учете в полиции, узнают и в ВУЗе, куда захочет поступать молодой человек в будущем. Само собой, он не сможет связать свою жизнь с МВД или построить военную карьеру. И таких с каждым годом все больше. Сейчас на учете состоит 483 подростка. То 44 из них еще даже не достигли возраста уголовной ответственности. Более того, воровство приобретает статус молодежного движения. В интернете подростки делятся фотографиями украденных трофеев и даже предлагают свои услуги. Более подробный репортаж о борьбе с детской преступностью в Оренбурге смотрите в программе «Итоги недели». Она выйдет в эфир нашего телеканала в это воскресенье в 19 часов вечера. Стало известно имя лучшего участкового Оренбуржья. Василий Жаданов теперь будет отстаивать честь нашего региона в следующем всероссийском этапе конкурса. Народноучастковый 2015. Василий Жаданов прошел длинный путь от рядового сотрудника до майора полиции. Он служил в Чечне в период проведения контртеррористических операций. При его участии раскрыты громкие преступления. Одно из них – хищение крупной партии цветных металлов с Гайского ГОКа. Напомним, Василий Жаданов участковый из Гая выиграл областной этап конкурса. Теперь отдать свой голос за него можно на сайте «Комсомольской правды». Голосование пройдет с 1 по 10 ноября. Сегодня общественности представили нового митрополита Оренбургского и Сорокташского Вениамина. Священнослужитель прибыл в город и первым делом посетил Никольский кафедральный собор. Там он совершил свой первый молебен на Оренбургской земле. Так торжественно Оренбург встречал митрополита Вениамина. К 15 часам на площадке перед и за собором уже толпились верующие. Помимо представителей духовенства, там собрались и обычные оренбуржцы, пожелавшие увидеть владыку Вениамина. Некоторые, кто оказался в Оренбурге по своим делам, узнав о предстоящем событии, специально пришли на улицу Чкалова, чтобы дождаться появления митрополита. Красная дорожка была обложена белыми цветами. А этот цвет, как известно, в христианстве имеет особое значение. Верующие встретили владыку песнопением, а настоятели оренбургских храмов выразили свое почтение. Затем был совершен молебен. Он продолжался довольно долго. За это время у многих сложилось благоприятное впечатление от нового митрополита. В это воскресенье состоится первый всероссийский географический диктант. Любой оренбуржец сможет проверить свои знания о родной стране. Проходить тестирование будет в государственном и педагогическом университетах, а также на базе Оренбургского отделения Русского географического общества. Написать диктант сможет любой желающий, независимо от возраста и образования. Главное при себе иметь документ, удостоверяющий личность. В 11 часов начнется регистрация, в 12 часов само мероприятие. Вопросы будут в основном касаться географии России. И, я думаю, частично, может быть, затронет и какие-то регионы, может, даже Оренбургской области. Тест будет состоять из 25 вопросов, которые параллельно будут демонстрироваться на экране. Все задания будут разбиты на три блока – географические понятия, знания карты и географические образы. Результаты акции по предварительным данным станут известны 10 декабря. Оренбургские любители живописи в эти дни могут насладиться работами Игоря Смекалова. Его персональная выставка накануне открылась в музее ИЗО. Она приурочена к 50-летнему юбилею художника, писателя, искусствоведа и известного деятеля искусств. 30 лет назад Игорь Смекалов начал заниматься творчеством профессионально. Теперь четыре выставочных зала смогли вместить лишь избранные полотны за последние годы работы. На этой выставке нет ни названий, ни даже этикеток, ни даже дат работ, но есть какое-то рассуждение о живописи как в искусстве, как я его понимаю, о его ценностях, о его задачах. Если мои рассуждения внятны, зрители, я буду очень рад. Единый мотив работ создает впечатление, что одна картина похожа на другую, одни и те же герои в одной и той же обстановке. Но цветовая гамма задает свой ритм. Мелкие вкрапления синего и красного, широкие наплывы черно-белой гаммы оживляют сюжет. Все лица на картинах максимально обезличены, художник настаивает. Это не портрет, а лишь образ, но все равно угадываются некоторые. Например, образ самого художника. Все объединены единым сюжетом, единым стилем. И опять же, движение в картине есть. Это производится за счет художественных средств. И не только за счет цвета, но и за счет фактуры. Различная толщина слоя краски в каждом предмете картины. Игра света и тени, плавность, либо четкость линий. Все отражает динамику и развитие. Автор считает, что воспринимать его работы по принципу «похожие или не похожие на реальные предметы» неправильно. Иначе теряется весь смысл работы художника. Но при всей образности сюжета он остается максимально точен в его выражении. Я представляю, какая мука с его-то умом, с его-то претензиями, с его-то высочайшими оценками самому делать и потом это показывать нам. Выставка будет работать до 13 декабря. Инна Маркелова, Георгий Бурлутский. Новости дня. Накануне Орские хоккеисты завершили домашнюю серию игр. Сделать это на мажорной ноте команде Руслана Сулейманова не удалось. На ледовой арене юбилейного южноуральцы уступили чеховской звезде. Дублером ЦСКА. Хоккеисты Южного Урала активно начали матч, прессингуя оборону соперников в первом и особенно в третьем периодах. Однако результата сине-белым это не принесло. Подопечные Сергея Герсонского активно оборонялись. Да и голкипер гостей Андрей Филоненко поймал к середине матча настоящий кураж. В свою очередь соперникам с трудом удалось распечатать ворота оренбуржцев. За четыре минуты до окончания второго периода самый опытный игрок армейцев Николай Пронин с третьего добивания заталкивает шайбу в ворота Артема Зигадулина. Подыграли ему хоккеисты Южного Урала. Опасно на пятаке Загидуллин. Выручает, но... Как ни старались арчане сравнять счет, несколько раз используя численное преимущество, добиться хотя бы ничьи им так и не удалось. Южный Урал набирает шесть очков в домашней серии и вскоре отправляется на выезд по западному маршруту. В активе команды по-прежнему 22 очка. Клуб опускается на 20-ю строчку турнирной таблицы высшей хоккейной лиги. К этому часу это все новости. Мы продолжим следить за событиями в городе-области. Не забывайте также посещать и наш сайт media56.ru и присоединяться к нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Я же с вами прощаюсь. Хороших вам выходных и до встречи в эфире. Интернет-магазин новый проект ТВЦ Планета. Открываем наш замечательный сайт www.телереклама56.ru И нашему вниманию там сразу представляются на выбор два канала. ОРТ Планета или Домашняя Планета. На каком канале вы хотите разместить бегущую строку? ОРТ Планета. ОРТ Планета. Канал ОРТ Планета загорается зеленым светом. Это и будет сигналом к тому, что мы с вами верно выбрали канал. Далее нам необходимо ввести текст этого объявления. На следующей строке ваш контактный номер телефона. Как объявление будет выглядеть на экране телевизора, можно узнать заранее, нажав кнопку «Предпросмотр». Далее выбираем дни и плотность выхода объявления в эфир. Программа сразу рассчитает стоимость. Оплатить услуги тоже несложно. Через карты виза и мастер-карт. Не более одной минуты уйдет, чтобы выполнить все действия от первого до последнего шага. Для того, чтобы разместить объявления в бегущей строке на телеканале ОРТ Планеты и Домашней, нужно зайти на сайт www.telereclama56.ru 30 октября в центре настольного тенниса России пройдет матч Лиги Европейских чемпионов по настольному теннису. Оренбургский «Пакел Газпром» принимает обладателя Кубка Европы 2008 года французский клуб «Анже». Начало матча в 17 часов. Вперед, Россия! Вперед, Газпром! Редактор субтитров А.Семкин